Авиадиспетчер, обманом посадивший в Минске самолет Райан Эйр с личным врагом Лукашенко на борту, действовал под диктовку белорусских спецслужб. Об этом диспетчер сам рассказал европейским чиновникам, которые уже предоставили ему защиту от властей Беларуси. В мае этого года в Минске совершил незапланированную посадку самолет компании Райан Эйр, летевший из Афин в Вильнюс. Авиадиспетчер Олег Галегов сообщил пилотам, что у них на борту заложена бомба, информацию о которой якобы прислал в Беларусь палестинский Хамас. Пилоты отнеслись к этому рассказу со скепсисом и не согласились на предложение диспетчера приземлиться в аэропорту Минска для поиска бомбы. После этого Галегов предупредил экипаж, что выбора у них нет, они обязаны сесть, в противном случае их самолет будет сбит белорусскими ВВС. То, что диспетчер не сам выдумал историю с Хамас и не по своей воле шантажировал пилотов, угрожая уничтожением лайнера, было понятно с самого начала. Белорусские спецслужбы знали, что на борту самолета летит журналист Роман Протасевич, координировавший протесты против захвата Александром Лукашенко власти в стране. Пиратский захват самолета производился с единственной целью – поймать давно уже оставившего Беларусь Протасевича и показательно его покарать за непокорность. Сейчас же стало известно, что и диспетчер был своего рода заложником спецслужб. Как выяснилось, в диспетчерской во время принудительной посадки самолета с Протасевичем находился сотрудник белорусского КГБ. И это он рассказывал о бомбе, требовал срочного приземления и угрожал поднять в воздух истребителям. Голегов лишь пересказывал его слова пилотам. То есть сотрудник главной государственной спецслужбы проникает на рабочее место авиадиспетчера, вмешивается в его деятельность, что уже само по себе довольно серьезное преступление. Ведь от диспетчера буквально зависят жизни людей. Да еще этот сотрудник вынуждает Голегова врать пилотам о бомбе. Причем это не какой-то спятивший спецслужбист, который самовольно пошел на очевидное преступление. Нет, самое ужасное заключается в том, что это добросовестный сотрудник, четко исполнивший приказы вышестоящего начальства. Скорее всего, самого вышестоящего в Беларуси. Диспетчер Голегов вскоре после захвата Романа Протасевича пропал. Взял отпуск и исчез. Даже близкие друзья не знали, где он. Думал, что поехал к родственникам в Грузию. Но это оказалось не так. Олег Голегов минувшим летом перешел польскую границу вместе с одной из первых волн мигрантов, завезенных Лукашенко в Беларусь, с целью шантажа европейцев. Это довольно рискованный поступок. Попадись, Голегов, при попытке незаконного пересечения границы белорусским КГБшникам, и ему пришлось бы очень несладко. Но он не попался и, оказавшись в Польше, сам отправился к местным спецслужбам, которым рассказал свою историю и известные ему подробности захвата самолета. Не только рассказал, но еще и передал запись разговоров с экипажем самолета, на которой отчетливо слышен голос КГБшника, отдающего вполне конкретные распоряжения. В принципе, одного лишь акта воздушного пиратства было бы достаточно для того, чтобы влепить против Лукашенко санкции, сродни тем, что были введены против так любимого им Саддама Хусейна. Но для белорусского узурпатора это лишь один эпизод из почти бесконечного перечня совершенных им преступлений. По приказу этого человека устраивались и устраиваются до сих пор внесудебные расправы над неугодными. Неизвестно, куда пропадают его критики и конкуренты. Обслуга Лукашенко убила в ходе прошлогодних протестов демонстранта Романа Бондаренко и отправила в тюрьму журналиста к Дарью Чульцову и Катерину Андрееву за репортаж с гражданской панихиды по убитому. Если бы Лукашенко был героем фильма или книги, он казался бы не слишком правдоподобным. Властолюбивый, самовлюбленный и глупый, готовый на все ради власти. Про такого персонажа любой критик сказал бы. Не верю, таких однобоко гадких людей не существует. Но Лукашенко не персонаж, он настоящий и он существует.